Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емель и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я искупалась, накрасилась, сидела, думала, какое же мне видео для вас снять. Я посидела, почитала комментарии, там было очень много запросов. Сними какое-то видео про ногти, не знаю, про наращивание, про гель-лак, с чего стоит начать. Я решила собрать вам базовый набор для новичка. Что же обязательно нужно купить, если вы решили делать гель-лак в домашних условиях? На каких средствах не стоит экономить, а где можно изрядно сэкономить? Давайте обо всем по порядку. Я начала делать гель-лак ровно 4 года назад и с тех пор я ни разу не пожалела об этом. То есть кто-то говорит, что ногти портятся или что-то с ними происходит. Мне кажется, это полнейшая чушь. За 4 года непрерывного нанесения гель-лака на ногти у меня с ногтями все замечательно. Я не представляю свою жизнь с обычным лаком. То есть ты сегодня наносишь лак на ногти, вечером моешь посуду и уже у тебя обколотый, обгрызанный маникюр. Я допускала очень много ошибок, наступала на одни и те же грабли несколько раз. Сегодня я вам буду говорить секреты, которые знаю я в области гель-лака. Да, конечно, я не профессионал, но много чего знаю. Итак, первое, с чего нужно начать, нужно приобрести лампу. Без лампы гель-лак у вас просто не состоится. У меня вот такая вот Sun 6S, это более навороченная лампа. Мне кажется, для новичка ее приобретать совершенно не нужно. Здесь 48 светодиодов, вот такое вот дно, которое можно открепить. Эта лампа очень хорошо подходит для педикюра. Вот так вот мы делаем педикюр. Также здесь есть таймер на 60 секунд, на 30. Мы видим время, сколько ногти находятся под ультрафиолетовой лампой. Она очень быстро сушит ноготочки, но и стоит не очень бюджетно. Около 2 тысяч. Я буду говорить в рублях и вот здесь вот писать еще и в монатах, чтобы всем было удобно. Вот так вот лампа выглядит в рабочем состоянии. Я бы не советовала вам приобретать Sun 5S, потому что у нее нет вот этих вот кнопок. Да и вообще модель, которая работает только на сенсоре, я бы не советовала. Потому что сенсор имеет свойство подводить. Вот так вот я засовываю руку в лампу и сразу она автоматически включается и начинается отсчет. Она хоть и небольшого размера, но рука здесь помещается просто идеально. Для новичка я бы не советовала сразу приобретать такую дорогую лампу. Я сама начинала вот с этой. 4 года эта лампа служила мне верой и правдой. Затем я решила от нее избавиться и приобрести себе что-то новенькое. Ее я уже выбросила. Потому что места у меня в комнате ограниченное количество, а всякого мусора неограниченное. Прошлая лампа, она была просто ультрафиолетовая. Там было 36 ватт. И прослужила она мне 4 года верой и правдой. У той лампы есть минус. У лампочки нужно время от времени менять, они тоже стоят денег. А здесь есть вот эти вот светодиоды, которые нет необходимости менять. Почему я говорю сразу не приобретайте дорогую? У меня подруга тоже решила, что она будет делать гель-лак в домашних условиях. Уже приобрела все, что необходимо. И потом она поняла, что это дело не ее. Ей легче просто пойти в салон и сделать гель-лак там. Поэтому сразу тратить крупную сумму денег я бы не советовала. Но опять же решать вам. С лампой я думаю мы разобрались. Сто процентов, когда я буду монтировать это видео, буду думать, а вот это я не сказал, второе не сказал, третье, десятое не сказал. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Отвечу с большим удовольствием. Далее вам понадобится пилка и бафик. Бафиком мы будем обрабатывать верхнюю часть ногтевой пластины. А вот такой вот пилкой придавать форму свободному краю. Это у меня от OPI. Она стоит не так уж бюджетно, но она стоит того. Я не люблю пилки очень мягкие, потому что не вижу никакого результата от них. И эта пилка 100 на 180 грит. Раньше у меня гель-лак не держался. И секрет заключался в том, что я не обрабатывала ногтевую пластину бафиком. Обязательно нужно зашлифовать ногтевую пластину. То есть если у вас ноготь глянцевый, и вы на него наносите гель-лак, то гель-лак у вас держаться не будет. Запомните это. Далее значит, что касается базы. Вообще я очень долго искала идеальную базу для ногтей. От чего же зависит стойкость покрытия? Конечно же от базы. Я пробовала разные. Заказывала сайт Алиэкспресс базы, но они были просто провальные. Единственная база, которая действительно мне очень понравилась с сайта Алиэкспресс, это база от Силк. Здесь ее совсем мало. И пришла она мне наполовину пустая. К сожалению. База и топ продаются вместе. И ссылку я оставлю в инфобоксе. С ней гель-лак держится отлично. Если у вас есть проблемы с носкостью маникюра, то лучше купить базу от Коди. Каучуковую базу. Но у меня нет необходимости переплачивать и покупать именно ее. Потому что у меня также замечательно держится гель-лак из базы от Блюскай. Покупала я ее за 4 маната и топ также у меня от Блюскай. Он есть двух видов. Есть с липким слоем и без. То есть вы наносите топ. И затем после того, как он высыхает, вам необходимо клэнсером очистить поверхность. Я взяла специально без липкого слоя, потому что не люблю заморачиваться по поводу таких мелочей. И для начала вам достаточно всего один гель-лак. Не покупайте много цветов. Я вот лично с Алиэкспресс заказала столько бочонков вот этих вот от Кани. Наверное, у меня штук 50. И я уже начала замечать, что некоторые потеряли свои свойства. В общем, они имеют свой срок годности. И покупать огромную коллекцию, если вы не собираетесь этим заниматься профессионально, не имеет никакого смысла. Я допустила эту ошибку и не советую никому. Вот эти бочонки, они просто замечательные. Это не гель-лак, а гель-краска именно. С ней можно также делать и рисунки. Ссылку также на эти гель-краски я оставлю в футбоксе. Стоит они что-то в районе 70 центов, если я не ошибаюсь. Давайте я вам также изблизи покажу гель-лаки. Это значит, сёкс, который я заказывала на сайте Алиэкспресс. У меня точно-точно такой же был и топ. Здесь даже написано база. Очень мне она нравится, но, как и сказала вам в видео, здесь очень мало, и наполовину он пришёл мне пустой. Всё остальное у меня, значит, от Blue Sky. Цветное покрытие, праймер, база и топ. Топ есть двух видов. Есть такой красный, а есть точно вот с таким вот тюбиком. В таком тюбике топ трёхфазный, а это однофазный. То есть он без липкого слоя, не нужно заморачиваться. Поэтому я советую именно такой. Итак, гель-лак мы сделали. Теперь нужно его как-то снимать. У меня есть аппарат для коррекции. У меня также он навороченный. Я его использую уже 5 лет. Но в последнее время он у меня немного барахлит. Я его включаю, он у меня не включается. То есть иногда он меня подводит. Если у вас ограниченный бюджет, я бы не советовала вам тратить 3000 и покупать вот такой вот огромный профессиональный аппарат для коррекции. Можно обойтись и без него. Как? Гель-лак можно снимать вот такими вот щипчиками или просто фольгой. Раньше я делала именно так. Пилочкой вы проходите и снимаете вот этот глянцевый слой. Затем берете ватный диск, мочите его клэнсером, наносите на ноготочек и вот так вот закрепляете, оставляете на 15 минут и гель-лак сам по себе отходит. Но я, если честно, люблю пользоваться фрезой. И вообще все мастера любят снимать гель-лак именно фрезой. Поэтому если денег не жалко, то фрезу стоит купить. Также у меня здесь насадка кукурузка. Также у меня очень много всяких наклеек для ногтей, всяких страз. Я просто люблю это дело. И даже если я в последнее время делаю просто однотонные ноготочки, у меня должен быть огромный выбор страз, огромный выбор каких-нибудь наклеек. Айка должна посмотреть, ой, какой же я маникюр сегодня сделаю. В этом всем я. И последнее, о чем хотела с вами поговорить, это щипчики. У меня раньше было три пары щипчиков, которые не делали ровным счетом ничего. Я смотрела на обучающие видео и не понимала, как они могут так аккуратно отрезать кутикулу. Оказывается, проблема закучалась не во мне, а в щипчиках. На щипчиках экономить ни в коем случае не советую. Я купила одни из самых дорогих. Это Starlex. Я не знаю, может быть есть дороже, но я в наших косметических магазинах не видела. И мастера маникюра мне посоветовали именно эту марку. Я была в шоке от качества. Как легко этими щипчиками убирать кутикулу. То есть не нужно быть профессионалом, щипчики сами за вас все сделают. Они есть двух видов. Одни именно для кутикулы, а вторые, чтобы отрезать длину ногтя. Сначала они были немножко в другом дизайне, то есть здесь была вот упаковочка красная. Я специальную упаковку оставила, так удобнее их хранить. И время от времени их можно точить. Я бы не советовала делать маникюр кому-то кроме себя. Даже если это близкая какая-то ваша подруга. Потому что здоровье важнее всего. Я где-то год назад была в России. И я заметила, что в России женщины придают огромное значение маникюру, аккуратным ноготочкам. У нас же все иначе. К сожалению, мы еще не дошли до такого уровня. Чтобы даже пожилые женщины ходили с гель-лаком или с нарощенными ногтями. Но я думаю, что эти времена не за горами. Я думаю, что все необходимое можно купить за 1500 рублей. Например, за 500 рублей можно купить лампу. Она у нас стоит 500 рублей, не знаю, как в России. Также на 500 рублей можно купить базу, топ и цветное покрытие. Они у нас стоят по 4 маната. Что делает 500 рублей все 3. И на оставшиеся 500 рублей всякие мелочи. Вроде пилок, страз и так далее. Не забывайте, девчонки, что красота это наше главное оружие. Я надеюсь, что это видео для вас было хоть немножечко информативным. Если это так, то обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем желаю удачного дня. Всем пока!